Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф! Сегодня предлагаем вам ознакомиться с самыми стойкими современными сооружениями, способными выдержать испытания временем и стихийными бедствиями. В этом видео мы погрузимся в удивительный мир инновационных зданий, которые не только поражают своей эстетикой, но и обладают уникальными техническими характеристиками. Таким образом, современная архитектура справляется с вызовами природы и продолжает сохранять свой первозданный вид. Какую мощность могут выдержать эти здания и какие фишки использовали инженеры при строительстве? Давайте вместе исследуем эти удивительные сооружения, которые являются самыми высокими, но при этом самыми стойкими. Готовы ли вы увидеть самое непоколебимое здание нашего времени? Тогда садитесь поудобнее и давайте начнем. Рапонги-Хиллс-Мори-Тауэр, Япония. Японский архипелаг расположен вдоль Тихоокеанского вулканического кольца на стыке Евразийской, Филиппинской, Североамериканской и Тихоокеанской литосферных плит, которые находятся в фазе активного движения. Здесь часто проявляется сейсмическая активность, поэтому все здания, и особенно высокие, должны быть надежными. Как, например, Рапонги-Хиллс-Мори-Тауэр – многофункциональный небоскреб, который был возведен в Токио в 2003 году. Здание возвышается на 238 метров и имеет 54 этажа, которые используются для торговых и офисных помещений. Первые шесть этажей занимают магазины и рестораны. При строительстве башни инженеры применили демпфер – новое приспособление, способное погасить амплитуду колебаний при землетрясении. Это устройство представляет собой гидравлический амортизатор, наполненный рабочей жидкостью, чаще всего маслом. При установке демпфера через этаж по всей высоте здания высота колебаний значительно уменьшается, риск, что здание обрушится, значительно сокращается, а шансы на выживание людей значительно увеличиваются. Tokyo Sky 3. Япония. Не покидая Японию, покажем вам еще одно гигантское здание, способное пережить не одно поколение. Телебашня Tokyo Sky 3 – самое высокое здание в Японии, и одно из самых посещаемых сооружений в Токио. Башня была возведена в 2012 году, ее высота достигает невероятных 634 метров, это одно из высочайших зданий на планете. В телебашне можно посетить две смотровые площадки, также там открыто большое количество бутиков и несколько ресторанов, а у подножья построен мини-комплекс с крупной торговой зоной, аквариумом и планетарием. Теоретически небесное дерево Токио может поглощать до 50% энергии землетрясения благодаря центральной системе контроля вибраций. В сердце небоскреба находится колонна высотой 375 метров, которая соединена с конструкцией здания с помощью масляных демпферов. Верхняя часть здания стабилизируется с помощью инерционного демпфера, массивного бетонного блока, который колеблется с резонансной частотой небоскреба и компенсирует сейсмическую нагрузку на здания. Йокогама Лэндмарк Тауэр, Япония И, конечно же, не можем не упомянуть третье устойчивое здание этого сейсмоопасного региона – Йокогама Лэндмарк Тауэр. Самое высокое здание в японском мегаполисе Йокогама. Небоскреб возвышается на 296,3 метра в высоту и имеет 73 этажа. С первого этажа до самой крыши можно добраться примерно за 40 секунд. Как? Очень просто – на высокоскоростном лифте, который способен развивать скорость до 12,5 метров в секунду. Строительство Йокогама Лэндмарк Тауэр было закончено в 1993 году, но как застройщики не побоялись возвести такое громадное здание в сейсмоопасном портовом городе? Дело в том, что небоскреб был построен на так называемых роликовых конструкциях, который позволяет ему не зависеть от подземных толчков. Кроме того, на уровне 71 этажа установлены два инерционных демпфера, которые предназначены для снижения амплитуды механических колебаний высотки, вызванных внешними факторами. Более того, в основе Йокогама Лэндмарк Тауэр заложены легкие материалы, которые при глобальном механическом воздействии будут гнуться, но не рушиться. Бурж Халифа, Объединенные Арабские Эмираты Башня Бурж Халифа – самое высокое здание в мире. Настоящий вертикальный город, где одновременно могут находиться около 35 тысяч человек. Здесь есть офисы, рестораны, апартаменты, отели, смотровые площадки. Насчитывая 163 этажа, высота башни достигает 828 метров. Открыт небоскреб был в 2010 году и при его строительстве были учтены особенности ландшафта и климата ОАЭ. Чтобы повысить устойчивость фундамента, инженеры использовали 200 штук висячих свай длиной 45 метров и диаметром полтора метра, которые выдерживают вес башни, равный примерно полмиллиона тонн. По разным данным, здание может выдержать подземные толчки магнитудой 5,5-7 баллов по шкале Рихтера, что гораздо выше любого произошедшего в Дубае землетрясения. В спиралевидной конструкции предусмотрено 27 выступов, которые расположены таким образом, чтобы эффективно противостоять ветру и повысить устойчивость небоскреба. Обдувая небоскреб, ветер никогда не образует единого потока. Вокруг каждой части здания вихри движутся с различной скоростью, поэтому воздушные массы оказывают на него минимальное влияние. Пирамида Трансамерика, США Трансамерика – это изящный 48-этажный небоскреб, расположенный в деловом центре Сан-Франциско и резко выделяющийся на фоне традиционной коробчатой архитектуры. Конструкция, выполненная в форме пирамиды, имеет высоту 260 метров. Трансамерика возвели в 1972 году, и с тех пор здание появлялось во многих фильмах, сериалах и даже компьютерных играх. Благодаря конусообразной форме, сочетанию стали и бетона, вертикальным арматурным стержнем, соединяющим высотку в нескольких местах, пирамида не только имеет захватывающий внешний вид, но и является сейсмически устойчивой. Кроме этого, у здания довольно массивный фундамент, погруженный глубоко в землю. Сваи уходят вглубь на 16 метров, а цокольная часть сооружения выполнена в виде треугольников и перекрестных связей, что позволяет передавать на фундамент как вертикальную, так и горизонтальную нагрузки. Кстати, в 1989 году Трансамерика уже прошла тест на прочность. На территории Сан-Франциско были зафиксированы толчки до 6,9 баллов. Однако пирамида выстояла и осталась неповрежденной. Башня Банка США, US Bank Tower. Мы все еще не покидаем США, просто переносимся в Лос-Анджелес. Посмотрим одно из самых узнаваемых и устойчивых зданий города. Башня Банка США возвышается на 310 метров и имеет 73 этажа, двухуровневую подземную парковку и вертолетную площадку на крыше. Она была открыта в 1989 году. По форме конструкция похожа на две соединившиеся между собой геометрические фигуры – прямоугольник и круг. Башня Банка США находится в зоне высокой сейсмической активности, всего в 40 километрах от Сан-Андреасского разлома. Здесь велик риск землетрясений, поэтому проектировщики предусмотрели большой запас прочности. Здание имеет уникальную стержневую конструкцию, позволяющую ему выдерживать подземные толчки силой до 8 баллов по шкале Рихтера, а также противостоять сильным порывам ветра. Центральный стержень поглощает большую часть вертикальных и горизонтальных нагрузок. Кроме того, фасад, облицованный легкими гранитными панелями, также способен выдерживать деформацию, вызываемую землетрясениями. Стадион Филиппин-Арена, Филиппины. Филиппинские острова находятся в районе тектонических разломов и часто подвержены мощным землетрясениям, которые достигают магнитуды целых 8,2 балла. Уносят тысячи жизней и провоцируют извержение вулканов и возникновение цунами. Тем не менее, многофункциональный стадион Филиппин-Арена был открыт в 2014 году в провинции Булакан, которая находится вдоль Тихоокеанского огненного кольца, самой активной линии разломов в мире. При этом стадион является огромной крытой ареной, где могут разместиться до 55 тысяч человек. Как думаете, там безопасно? Не поверите, но да. Главный структурный модуль стадиона изолирован и от его основания, и от фундамента. Сейсмостойкость обеспечивают свинцово-резиновые подшипники, расположенные в зазорах между главной конструкцией и фундаментом, которые играют роль амортизаторов. Во время толчков основание и фундамент свободно двигаются, пока основная часть сооружения остается неподвижной. Кроме того, крыша стадиона спроектирована так, чтобы она могла выдерживать сильные нагрузки, возникающие во время землетрясения, тайфунов или сильного ветра. Небоскреб Тайбэй, 101, Тайвань. Это сооружение называют самым безопасным небоскребом в мире, который впечатляет своей грандиозностью и оригинальностью. Тайбэй-101 имеет 101 этаж и высоту 509 метров вместе со шпилем. На нижних этажах находятся торговые центры, на верхних расположены офисы. Небоскреб был построен в 2003 году в столице Тайваня Тайбэя. Менее удачное место сложно было найти. Мало того, что под городом проходит тихоокеанский пояс тектонических разломов земной коры и часто происходят землетрясения, к тому же он еще и стоит на пути продвижения тайфунов, зарождающихся в Южно-Китайском море. Инженерам пришлось немало потрудиться, чтобы сделать конструкцию устойчивой и одновременно гибкой. Здание построено из стекла, стали и алюминия, что не позволит ему обрушиться так, как рушатся при землетрясении дома из камня. Изюминкой сооружения является стальной 700-тонный шар, расположен между 92 и 88 этажами. Этот инерционный демпфер висит внутри него, как гигантский маятник, противодействующий любым покачиваниям. Кроме того, Тайбэй-101 дополнительно укреплен 380-ю бетонными опорами, которые уходят в землю на 80 метров. Международный аэропорт имени Сабихи Гёгчен Сабихи Гёгчен – первый военный пилот женщины Турции. Аэропорт ее имени расположен в Стамбуле и является вторым по величине в стране. Вроде ничего такого, только вот Стамбул находится на стыке анатолийской и евразийской тектонических плит недалеко от североанатолийского разлома, что обусловливает возможность землетрясений в ближайшем будущем. Поэтому в 2009 году при строительстве нового терминала аэропорта использовались подъемные механизмы, которые удерживают здания над землей и ослабляют колебания постройки. 300 резиновых и стальных подшипников закреплены так, чтобы во время землетрясения они могли двигаться по фундаменту, но при этом сама конструкция здания, расположенная над ними, оставалась неподвижной. И эксперты пришли к выводу, что Стамбульский аэропорт может выдержать землетрясения до 8 баллов по шкале Рихтера. Башня Майор, Мексика. И в завершение мы отправляемся в столицу Мексики, Мехико. Построенная в 2003 году башня Майор выделяется среди других зданий не только высотой, но и внешней помпезностью. Высота 55-этажного сооружения составляет 225 метров. До возведения Торре Майор в Мехико было запрещено строительство зданий более чем в 38 этажей. Весь город находился в зоне повышенной сейсмической активности. Но инженеры нашли выход и сделали громадную башню одной из самых сейсмоустойчивых. После землетрясения 1985 года, когда толчки магнитудой в 8,1 балла унесли жизни 10 тысяч горожан, Майор строили с расчетом на мощную подземную активность до 9 баллов по шкале Рихтера. Для этого в нее загнали 21 тонну железобетонных колонн, которые тянутся до 30 этажа, а верхнюю часть здания укрепили стальными рамами. Конструкция также включает в себя 98 сейсмических демпферов, которые гасят смещение здания и рассеивают часть энергии во время тряски. Такую же технологию ранее использовали американские военные для защиты от сверхмощных ударов, в том числе ядерных. К сожалению, стихийные бедствия непредсказуемы и невозможно наверняка знать, выдержат ли существующие приспособления еще более мощное землетрясение. Но технологии не стоят на месте и специалисты неутомимо работают, чтобы защитить людей от гнева природы. Друзья, а как вы считаете, есть ли у людей шанс победить природные явления? Делитесь своим мнением в комментариях.